Ремонт и школ, реконструкция бассейнов, урны, скамейки и детские площадки. Промежуточные итоги работы подвела команда Александра Дятлова в округе Заозерный в Северодвинске. На традиционную встречу пригласили и ветеранов. Николай Цып послушал, о чем говорили. Отчет у нас будет в конце месяца. В столовой 13-й школы пироги и чай подают после уроков не детям, а старшему поколению. Традиционную встречу с ветеранами округа Заозерный в Северодвинске организовал областной депутат Александр Дятлов. Кроме рабочих вопросов, всегда атмосфера праздника. Кстати, именно в этой школе парламентарий продавил вопрос с капитальным ремонтом бассейна. В планах обновления бассейнов в 29-й школе, а также в детских садах округа. Ветеранов волнуют и вопросы благоустройства. У нас такой вот пятачок. И я тут немножко стала рассаживать. А у меня теперь дачи нету. Сама я тоже не могу. Ну, тут купила два или три ветки. А охота зазеленить. Накануне сотню саженцев ели депутат передал 13-й школе. Есть возможность привозить деревья из питомников области. Поэтому за саженцами предложили обращаться в приемную Дятлова. Здесь на Победы 58 регулярно в часы приема есть люди с проблемами. В округе появятся и дополнительные скамейки с урнами. Также ветераны волнуются за благополучие молодого поколения. Народные избранники рассказали о планах строительства детских площадок. Одна детская появилась уже у планеты. Будет построен детский скалодром. Кстати, единственный в Северодвинске только у нас в округе пока. И еще три площадки должно появиться именно на улице. Со специальным красивым покрытием. У 28-й, 29-й и 13-й школы. А избирателей у команды Дятлова в этом году прибавилось. Депутатов областного ранга стало меньше. Соответственно, и территория округа увеличилась. Нас только в этом году, когда выборы прошли, областного, в 2018 году, нас только добавили к округу Дятлова. До этого, честно говоря, мы как-то даже и не знали, кто у нас депутат областного собрания. Всех ветеранов команда Дятлова пригласила на традиционный отчет в конце ноября. В детско-юношеский центр. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион 29. Продолжение следует...